привет друзья сегодня обсуждаем самый главный вопрос который возникает у тех кто собирается купить автомобиль какой взять бушный но покруче или же новую но камри казалось бы нет проблем выбора просто навалом бери что хочется открываешь автору и там предложение по автомобилям с пробегом просто завались больше чем автомобили с пробегом предлагают только новые автомобили и дилеры их отдают но буквально за даром но проблема все-таки есть продавцы бушных автомобилей очень любят ваши деньги да да те самые деньги которые вы так долго копили а потому предлагать вам за миллион то что стоит 500 тысяч они считают ну как бы своим долгом они наверняка с радостью предложили бы вам хорошую машину но в чем проблема проблема в том что поставить на поток продажу хороших автомобилей невозможно зато на поток можно поставить продажу говна в итоге под видом хорошей машины автосалоны предлагают вам смотанные bentley перекупщики предлагают вам восставшие из того света в прямом смысле располовиненные гле 63 амг частники предложат вам франкенштейна который некогда был 911 и даже если вы решите заказать автомобиль из германии максимум на что вы можете рассчитывать это на косарь от игоря что уж говорить про официальных дилеров которые под видом премиально отобранных автомобилей предлагают вам откровенный тотал я даже не знаю может быть все эти добрые люди правы считая что ваши деньги гораздо нужнее им но как-то это все немножечко обидно поэтому в последнее время всем кто обращается ко мне с просьбой помочь подобрать автомобиль с пробегом я однозначно отвечаю забудьте про вторичку покупайте новую машину и именно так я и решил поступить потому что новая машина это новая машина я хочу чтобы осознали и прочувствовали этот момент мне не нужно прислушиваться к непонятным каким-то странным звукам и думать должно так быть или не должно так быть здесь все так как должно быть потому что машина абсолютно новая и мне не нужно думать о том что скоро вот-вот что-нибудь отвалится и мне опять придется ехать на сервис нет и единственное о чем я буду думать со своей новой машины это куда бы мне сегодня вечером красивенько так съездить и чем таким интересным мне даст настить свою новую машину я могу наслаждаться тем как безупречно выглядит этот автомобиль как вкусно пахнет какие приятные новые еще детственные материалы отделки и самое главное я буду наслаждаться тем как эта машина едет потому что она едет не так как ее восстановил какой-нибудь же порук она едет так как ее задумывал создатель это абсолютно честный чистый детственный автомобиль без тюнинга без какого-либо колхоза и на дорогах я бог на дорогах мне нет равных никто не может меня догнать никто не может меня достать потому что у меня новая крутая тачка а у них у них старые и раздолбанная развалюхи ну что ж меня только что сделала старая раздолбанная развалюха и это был просто какой-то непонятный дымящий кусок говна и это блин грустно это грустно ребятушки потому что он за свой старый дымящий кусок говна по-любому отдал намного меньше денег чем я за свою новую прекрасную машинку так и есть владимир за свои три цилиндра и 136 бензиновых сил отдал 1 и 4 миллиона рублей а нам здесь полный привод 6 цилиндров и 306 дизельных сил достались всего за 900 тысяч рублей и вы посмотрите чего стоят дизельные силы ой ладно давай сюда этот девайс я думаю что если ты на своем старом говне это сделал то и я на своей новый крутой тачке смогу это повторить 32 давай давай что-то мне начинает казаться что в этой машине не хватает одного цилиндра Нет, пожалуй, даже трех цилиндров Конечно же, я мог бы рассказать вам о том, в каких потрясающих и комфортных камерных, ламповых, теплых условиях я купил новый автомобиль В красивых дилерских шоурумах с приятными менеджерами по продаже Но, к сожалению, это тоже не так Видите ли, все, что у обычных людей называется грабежом и навязыванием услуг, у дилеров называется кумулятивная маржа И именно поэтому все дилеры, к которым я обращался, поголовно пытались меня поиметь Они врут по поводу цен, они врут по поводу наличия То есть просто прийти к дилеру и купить машину по той цене, которую вы находите во вторую, невозможно Ты приходишь по машине за миллион рублей, она, оказывается, стоит миллион двести И ты уже готов на это согласиться, но тебе накидывают еще на двести тысяч другого ненужного говна И это все потому, что дилеры настолько уверены в своей правоте, что они открывают целые академии Менеджеров по продажам, где учат людей наебать других людей Иными словами, если вы собираетесь купить автомобиль с пробегом, то готовьтесь вот к этому Ну а если вы хотите купить новый автомобиль, то вас ждет вот это Ну что же, с тем, что покупка автомобиля это удовольствие на любителя, мы разобрались Давайте попробуем понять, что же мы получаем за свои деньги Прощальная единичка в М-пакете На самом деле это обалденнейшее предложение Я когда увидел, я сам офигел, сколько всего там набросано Полностью диодная оптика, М-пакет, офигительнейшие колеса Пакет освещения, пакет дополнительного размещения, спортивные кресла Bluetooth Audio, М-руль, офигенные приборы, черный потолок Короче, в ней реально докидано просто дофига Это действительно супер выгодное предложение Очень классная комплектация Я до сих пор хожу, облизываюсь Причем, насколько это выгодное предложение Владимир эту машину забрал за миллион четыреста Но если вы откроете мобильду, то вы офигеете У немцев эта же машина в этой же самой комплектации стоит 32 тысячи евро Это почти на миллион дороже Просто охрененный подарок Но что же в нашей машине за 900 тысяч рублей? Как вы помните, она довольно быстрая И это неспроста, потому что она легкая Ведь в ней нет ни хрена В ней нет даже задних парктроников Однако, разница в цене по сравнению с этой машиной у нас довольно большая И нам этого хватит, чтобы привести в гармонию форму и содержание Как вы помните из видео, где мы забирали эту машину в Краснодаре Нам не повезло дважды Сначала у нас развалилась покрышка У колеса Runflat сожрало боковину Оно превратилось в лохмоти Мы еле доехали до Ростова В Ростове мы нашли новую покрышку Но нам забыли прикрутить колесо От слова совсем Мы реально в прямом смысле еле доковыляли до дома Поэтому первое, с чего мы начали, это колеса Главная проблема F25 в том, что это первый BMW, для которого вообще не существует нормального красивого дизайна колес Поэтому подобрать красивые диски на эту машину на самом деле сложно И вот наш выбор Резина на дисках разумеется тоже новая И как видно по отсутствию характерных обозначений The PS, это Zero Pressure System Эта резина не Runflat Кстати, про обозначения Мы постоянно в роликах показываем резину Показываем какие-то символы, какие-то знаки Но кажется, мы никогда не объясняли, что они значат И поскольку у нас новая резина Как раз удобно будет рассказать о том, сколько информации можно получить Просто по одним только колесам об автомобиле с пробегом Пожалуй, самая важная и ключевая информация Это дата выпуска покрышки Обычно она находится вот в таком овальчике Состоит из четырех цифр Последние две цифры обозначают год выпуска Первые две цифры неделя года Эта информация может подсказать нам, например, о ДТП О котором забыл упомянуть продавец Когда машина 2018 года, все колеса 2018 года А какая-нибудь одна покрышка 2019 года Также не забываем, что резина для первичной комплектации То есть та, которая идет на конвейер Имеет свое обозначение у разных производителей У BMW, например, это звездочка У Mercedes обозначение MO, Mercedes Original У Audi, A.O. Audi Original Вот здесь вот будет полный списочек Можете посмотреть Довольно много производителей маркируют резину по-своему В данном случае у нас Они поставляют резину на конвейер Как раз для новых BMW X3 и X4 То есть Zen сохранен Но если, скажем, вы приехали смотреть Porsche или Bentley, на котором стоит резина от Mercedes В историю о том, что продавец не жалел деньги на обслуживание Вы вряд ли поверите И вероятно, но по состоянию колеса И информации на нем Можно даже косвенно прикинуть пробег Вот это обозначение Tradewear Это не что иное, как износостойкость Она обозначает, насколько в процентном отношении Эта покрышка ходит дольше относительно эталонной покрышки В данном случае символ 300 обозначает, что покрышка ходит на 200% дольше, чем эталон Переводя на нормальный человеческий язык Это означает, что покрышка с индексом 300 очень износостойкая И у спокойного водителя она может отходить даже 100 тысяч километров Конечно, по состоянию колеса вы не сможете определить точный пробег Но выявить явное несоответствие заявленного пробега и износа резины вполне возможно И даже цветные метки, которые необходимы для правильной сборки колес Могут подсказать нам, что что-то не так Например, красная метка обозначает место максимальной неоднородности Это то место, в котором сходятся различные слои шины При монтаже оно совмещается с соответствующей меткой на диске Но куда важнее для нас желтая точка Она обозначает самое легкое место покрышки И при сборке колеса должна располагаться прямо напротив ниппеля Это как раз для того случая, если колеса не совсем оригинальные И на диске нет соответствующей метки Желтую отметку на шиномонтаже нужно совмещать с ниппелем Вот, эти две вещи должны быть друг напротив друга Поэтому, например, если при выдаче нового автомобиля Все метки совмещены нормально А на каком-то одном из колес желтая метка находится где угодно, но не напротив ниппеля Знаете, на заводе, скорее всего, так сделать не могли Рекламу у красных и желтых точек мы проговорили? Все, теперь осталась реклама сервиса себя самого Как вы помните, у этой машины была галогеновая оптика И мы в авторевизоре реставрации не просто заморочились, а сделали настоящее волшебство Наверняка всем-всем-всем интересно, как дорестайловый X3 превращается в рестайловый X3 Это самый часто задаваемый вопрос нам в личку Показываю Ахалай, махалай Та-дам! Напишите в комментарии, если вы заметили, что это фокус длиной в полгода И теперь это, наверное, единственный F25 в России с полностью диодным светом Выглядит просто офигительно Правда, чтобы это сделать, пришлось заморочиться и переделать морду в рестайлинг Плюс небольшие улучшения по салону Теперь здесь стоят спортивные кресла Спортивный М-руль Расширенная приборка И черный потолок В общем, все, кто просил сохранить формат волка в овечьей шкуре Не трогать особо внешность Никаких М-пакетов, Альпин, М-перформанс и прочей ерунды Мы вас услышали Поправили только диоды Ну а теперь самая ключевая номинация Что же сломалось с момента покупки в машинах? Вот лично у меня ничего А вот лично у меня тоже ничего Правда, чтобы у меня сломалось ничего Сначала в машину пришлось вложить 200 90 тысяч рублей В машине поменяли цепи В машине поменяли опоры стабилизаторов В машине поменяли свечи накала, поменяли блок розжига Отремонтировали турбины Отремонтировали рейку Поменяли опоры ДВС Заменили все жидкости Заменили все резинки Все прокладки Тормозные колодки Тормозные диски То есть получается Покупаешь машину у дилера Сразу едешь на сервис Где оставляешь 300 тысяч рублей Это мне что-то напоминает Сейчас дай-ка подумай Это напоминает покупку автомобиля с пробегом Увы Ну так или иначе Но сейчас наши машины стоят одинаково Поэтому я думаю Это офигенная возможность Вот такой точка нулевого отсчета И собственно начать наше вот уже предметное сравнение Во сколько в итоге выльется содержание новой машины Во сколько в итоге выльется содержание бэушной машины У кого что сломается Будем соответственно публиковать Что там у кого Какие вложения в машину То есть он будет публиковать периодические фотографии Как он уезжает на эвакуаторе в сервисный центр А я просто буду публиковать фотки Как меняются цифры на одометре Или как я периодически заезжаю к дилеру на плановое ТО Кстати Плановое ТО у дилера Между прочим Ты должен делать плановые ТОшки С конским ценником Чтобы не слететь с гарантии А я по цене ТОшек у дилера могу Починять половину машины И самое главное А за сколько вообще можно продать машину Случить что Потому что все вы знаете Что как только новая машина покидает ворота дилеров Она сразу автоматически Неизбежно дешевеет на 30% А вот сейчас вы все охренеете Сейчас заходите в описании Открывайте ссылку на автору с ценами на единички И давайте посчитаем Покупаем новую единичку за 1 400 000 Доезжаем своим ходом до Красноярска И прибавляем к цене еще 400 000 То есть это просто турбо-мега стартап Есть еще более крутой вариант Берем тачку абсолютно новую Дубасим ее в тест-драйве Немножечко прикладываем где-нибудь там Об стеночку чуть-чуть слегонца Прибавляем 400 000 к стоимости И опять толкаем за 1,8 Ау! Ты король дорог У тебя просто золотая жила открылась Блин, ну это просто какая-то, я не знаю Это стартап, инвестиция Да? Ну, в общем, подводя итоги Ты ездишь на том, что тебе нравится Не паришься, но медленно Ну, а ты получается Всем привозишь Наваливаешь Но при этом все время молишься Как бы чего где не отвалилось Поэтому, если вы мучаетесь вопросом Что же лучше Купить БУ, но покруче Или новую машину, но попроще Да блядь Вот вам отличный совет Киньте монетку Или же пишите в комментарии И читайте в комментариях Кто что думает Да, мне кажется, в этот раз в комментариях Развернется прям настоящий батл Потому что даже мне будет интересно Почитать этот раз в комментариях Тема реально трепещущая Тема важная Поэтому давайте с вами пообщаемся В комментариях Ну, а мы погнали До скорых встреч Пока Пока BMW Family Нет, это вода испарена А это отвечает на вопрос Кто победил в битве Мне кажется, да Если вдруг кто-то до последнего интересовался Что лучше Новая машина Или старое, но покруче Старое, но покруче Задымилось А вот с этой вот машиной Все в полном порядке Дубасились, кстати Они обе одинаково сегодня Что там, бля Есть что-нибудь? Нет, ну что там Нет, там что-нибудь должно быть Потому что под нами лужа уже Спитальная Но там постоянно льется Знаешь, там прикол Да, ты смотри Он же сейчас заглох А как только завели Его коп опять погнала А, да Не удивляйтесь, что я одет по-другому Просто мы снимаем Два дня Почему? Потому что Погода вчера нас подставила И когда мы снимали Был ливень Все, что вы должны знать О тачках с пробегом Поэтому Вывод ролика С моей стороны таков Вот на сколько есть у вас денег На столько и покупайте себе Новый автомобиль Наверняка вы все думаете Что Новый автомобиль победил А автомобиль с пробегом проиграл И все это выглядит Словно мы На старом Вольво Едем Тянуть на веревке Сломавшийся Икс-3 Но на самом деле Все так и есть Вы спросите Почему мы делаем это На старом Вольво Ведь У нас же есть чудесный Мой Икс-3 Который бы Могли все это сделать Но Что-то я немножечко переживаю За подшипник В коробке Знаете У меня вот Шестерочка От ZF Стоит 6HP Знаменитая Как-то если честно Я немножко Трещу ей тянуть Другой Икс-3 Поэтому мы поехали На старом Добром Надежном Вольво С пробегом 357 тысяч киловетров Вот вам красивый финал Вот этой интересной истории И сравнение старого С новым Итак У вас наверняка Два вопроса Какого хрена Это ведро Так быстро едет И что в нем сломалось Ответ на первый вопрос Какого хрена Это ведро Так быстро едет Точно Неизвестно Потому что нам Эта машина досталась Мы 518 владельцы ее Что там было до нас Хрен его знает Что было сделано нами Реально мы выдернули мотор Весь его разобрали до винтика Вычистили из него кучу говна Весь его прочистили Все Все вот что можно было в моторе заменить На новенькое заменили Единственное поршневая Естественно была в идеале Поменяли цепи Поставили новые турбины Все собрали Плюс выпуск Из мотора Естественно Не удержались от соблазна Но на самом деле Просто это все было старое Поэтому Сейчас нету EGR Вихревых заслонок И нету сажевого фильтра В общем-то Вот он результат этих цифр Цифры абсолютно реальные Более того Они абсолютно стабильные Машина постоянно Она и в пятый раз Так же едет Теперь Что случилось Ну на самом деле На самом деле BMW Дико благодарная машина Эта машина Ломается уже второй раз Под нашей жопой И каждый раз Она ломается Вот реально В пяти километрах от сервиса Но это же благодарная машина Только вот По-настоящему Хорошая машина Ломается недалеко от дома Такие Ну парни Ну вы из меня И так уже все соки Высосали Ну Ну Идите в жопу А Отрыгнул Пластиковая трубочка На которую Садится Тосольный шланг Вот эта трубочка Она видимо Устала от издевательств И она просто Пошла по шву Сейчас там стоит Новая эта трубка Но Увы Содержать BMW Это не дешевое удовольствие И Вот эта хрень Стоит шокирующая Для владельца Land Cruiser В обвесе Han Полторы тысячи рублей У вас наверное Машина за 10 лет Настолько не ломается Полторы тысячи рублей Да вы со своими BMW совсем Охренели Ведите вы в жопу За такие деньги Честное слово Вот просто Любой автомобилист Вам подтвердит Машина Которая ломается Недалеко от дома Хорошая машина Которая ломается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем